здравствуйте дорогие друзья рада видеть вас всех на нашем канале и сегодня у нас с вами урок русского языка сегодня у нас с вами аудио подкаст на тему экзамен многие из вас знают что я люблю учиться и конечно же когда я была студенткой студентка я была дважды потому что я заканчивала институт и также я закончила магистратуру вот я очень любила учиться и сейчас продолжаю я очень люблю учиться я бы сказала так вот и хочу поделиться с вами на временем моей студенческой жизни именно когда я училась в институте это было очень интересно потому что в то время я тогда жила в общежитии и конечно же у нас экзамены проходили по-разному я конечно же всегда посещала лекции кроме того я любила подрабатывать и всегда иметь собственные деньги и училась я хорошо вот даже по математике например математическим наукам я всегда получал автомат и были ситуации когда я даже ездила в другие институты университеты и сдавала экзамен за других не знаю кто-то может быть скажет да это хорошо а кто-то может быть скажет о нет плохо сдавать за других но я была студенткой предприимчивой и конечно же моя любовь к учебе она мне приносила также и деньги но то как мы подходили к издаче экзаменов это конечно было интересно у нас были разные поверья конечно же перед тем как идешь на экзамен то есть нужно что-то сделать и так далее самое главное это то что я всегда учила предметы мне было это интересно и у нас были хорошие преподаватели но конечно же были такие предметы по которым например не очень интересно преподавали либо может быть хуже мог дать нам материал наш преподаватель либо он хуже знал его я не знаю но в основном у нас все были очень хорошие преподаватели вот и хочу рассказать вот случае как у нас было то есть у нас были поверья поверье это то во что мы верим например и некоторые из них были даже очень смешные например одним из таких поверье у нас было например ты читаешь конспекты ты читаешь книги то есть тот материал который тебе нужно выучить запомнить для того чтобы сдать экзамен то есть то что ты читал то что ты учил ты эти тетради эти книжки ты оставляешь открытыми и ложишь их под подушку может быть конечно звучит это смешно но честно я вам скажу это в некоторой степени работает потому что я решила попробовать это в некоторой степени конечно же работала это звучит смешно но я вам скажу когда я ложила свои тетради под подушку мне снится сон да что я читаю во сне то есть я сплю по факту да но мне снится сон в котором я читаю повторяю просто повторяю по этим предметом по этому предмету по которому у меня экзамен да звучит это я живу смешно но вот такой вот момент он работает и каждый раз когда я ложила тетрадь под подушку я всегда повторяла во сне вот и конечно же это тоже как бы помогало сдать не экзамен самым главным для меня было это чтобы я конечно выспалась перед экзаменом я училась на протяжении семестра например повторяла уже перед экзаменом но очень важным для меня было это во время лечь спать перед экзаменом чтобы я выспалась если я чуть-чуть может быть там в чем-то сомневалась что я доучила вот я ложила тетрадь под подушку и во сне я это повторяла я вам реально скажу что правда во сне мне снилось что я этот предмет повторяю очень интересно да вот еще у нас было такое но это очень смешно конечно и это все не работает сразу скажу мы открывали зачетки ну я такого не делала но мои однокурсники одногруппники не такое делали то есть открываешь свою зачетку высовываешь ее в окно и кричишь зачет приди или там экзамен приди там чтобы ты сдал экзамен звучит очень смешно но и честно я вам скажу это не работает и также был у меня случай я решила проверить работает это или нет я решила всю ночь учить вот у меня был экзамен я уже не помню по какому предмету но я помню что он был не очень интересный я думаю что скорее всего этот предмет и не очень интересно давал преподаватель и то есть я я решила что я буду учить его всю ночь то есть перед этим я учила его конечно же тогда я учила но решила я проэкспериментировать всю ночь я учила и конечно же что вы думаете на утро я встала с запущими глазами то есть у меня было ощущение такое что я словно побитая собака это мы всегда так скажем когда ты плохо спал то есть палках собака плохо спал как побитая собака да то есть я очень очень плохо себя чувствовала тогда и я вам скажу даже то что я знала я все забыла то есть у меня в голове было стерильно я ничего не помнила я с огромным с огромным трудом сдала экзамен но на плохую оценку я была очень расстроена и тогда я поняла что это не работает конечно же друзья я этот экзамен пересдала я потом училась днем я легла спать перед экзаменом рано и конечно же положила тетрадьку под подушку то что у меня работало и этот экзамен я пересдала но вот такая вот ситуация была у меня что я реально решила проэкспериментировать это не сработало окей вернулись к прежним правилам до то как я делала раньше ну вот ну я тоже видела наблюдала моменты когда ребята например они всю ночь приходят на экзамен и они говорят вот ум и всю ночь там бухали бухать это значит там напилил алкоголь они были на какой-то вечеринке например там в клубе ночном они были полностью расслаблены вот и как ни странно большинство из них сдавали очень успешно это может быть то что когда ты расслабляешься это способствует тому что твое мышление работает свободно то есть я для себя сделала выводы что самое важное это то чтобы ты был отдохнувшим конечно же учить нужно нужно не изобрить нужно именно понять этот предмет разобраться в этом предмете вот ну вот такой вот момент у меня был но я вам скажу я безумно любила учиться университете я всегда вспоминаю эти годы с таким знаете как бы воодушевлением ну то есть мне приятно на душе когда я вспоминаю эти годы я была хорошей студенткой и тоже когда училась магистратуре вот даже сейчас когда я работаю тоже да было нелегко совмещать но эти годы это время я никогда не забуду и своих преподавателей которые давали нам эти предметы которые влаживали в нас душу это было очень приятно и конечно это забыть сложно вот мне очень интересно конечно услышать от вас какие у вас были эксперименты относительно экзаменов можете поделиться со своими экспериментами в комментариях нам будет очень интересно прочитать какие у вас были моменты относительно экзаменов как вы делали например чтобы сдать какие у вас подводы к этому были я думаю что возможно кому-то это даже будет полезным вот ну и конечно же благодарю за то что прослушали наш подкаст надеюсь что он для вас был полезным если вы какую-то лексику не понимаете то конечно же напишите в комментариях я вам буду объяснять ну и конечно же мы благодарим вас за ваши комментарии за лайки за подписку и за то что вы делитесь ссылкой на наш youtube канал с вашими друзьями это еще больше мотивирует нас создавать для вас больше и больше полезного контента а Продолжение следует...